Всем привет! Сегодня у нас с вами на разборе еще один очень бюджетный многими любимый бренд, а именно бренд Essence. Будем с вами разбираться, что они подготовили для нас в своей осенне-зимней коллекции 2019 года. Будем смотреть, как по версии Essence мы с вами должны выглядеть в это холодное и для многих депрессивное осенне-зимнее время. И вот, кстати, вам подсказочка, если вы посмотрите сейчас на мой макияж, а я многое использовала из Essence в сегодняшнем макияже, то, судя по всему, светиться и сиять мы с вами будем конкретно. Ну а теперь давайте я вам в подробностях о всем расскажу. Ну и давайте начнем с того, что уже нанесено у меня на лицо. Первое, что я использовала, это был вот такой вот новый праймер от Essence, который называется Hydrating Plus Perfecting Primer SPF 20. То есть, грубо говоря, это увлажняющий и совершенствующий праймер с SPF 20. Вообще, по своей текстуре, вот как раз SPF мне этот праймер больше всего и напомнил, потому что его текстура очень похожа на такой, знаете, классический крем с SPF. Я бы не сказала, что он сильно разглаживающий, потому что в заявленных свойствах указано, что он мало того, что увлажняет, так еще и сглаживает поры, и плюс к этому вы получаете SPF защиту. Вот с первым и последним пунктом я могу согласиться. С тем, как он разглаживает, ну да, немножко может быть сглаживает, но в то же время это не настолько броский эффект. И вообще, в принципе, планка по поводу праймеров бюджетных у меня сейчас очень завышена, после того, как я попробовала вот этот праймер от Catrice 10 в 1 Sensational. Вот этот реально классный. Он и увлажняет, и сглаживает поры, и добавляет свечение, и как-то вообще, в принципе, разглаживает лицо, делает его более каким-то холеным на вид. И также здесь есть SPF, правда, чуть ниже, здесь SPF 20, здесь SPF 15, но как бы там ни было на SPF в косметике декоративной, я не сильно полагаюсь. SPF я всегда наношу как часть ухода. В общем-то, если вы спросите мое мнение, я вам посоветую купить Catrice праймер, потому что, на мой взгляд, он гораздо круче. Он немножко стоит дороже, но здесь тоже 30 мл, а здесь всего 15. А сейчас я вам покажу новинку, которая сразу после первого взмаха кисти завоевала статус моего фаворита. Я сейчас использую практически каждый день эту палетку, и хочу, чтобы вы к ней присмотрелись. Это палетка для контурирования. Называется она Contouring Duo Palette, и это конкретно у меня 10 номер Lighter Skin. Вообще, насколько я понимаю, к нам другие оттенки не заводят, не знаю, там, наверное, есть какие-то другие оттенки тоже в линейке, но вот у нас конкретно вот это вот представлено, и это просто потрясающая палетка, за исключением, наверное, вот этого цвета, потому что вот это такая как темная пудра, и вот очень часто так случается, знаете, по закону подлости. Если я нахожу какой-то классный бронзер или контурирующий продукт, вот никогда не бывает, чтобы это был отдельный какой-то рефил, отдельный продукт. Всегда это какая-то палетка, где одну сторону я использую, а вторую нет. Вот это, ну, на мой взгляд, слишком светло для того, чтобы быть контурирующим продуктом, и в то же время слишком темно для того, чтобы быть высветляющим продуктом. Но вот эта сторона просто потрясающая, во-первых, потому что оттенок классный. Это действительно такой средний оттенок между контурирующим чем-то и бронзирующим. Это ни в коем случае не бронзер, он не выглядит рыжим, он не добавляет эффекта загара, он просто подчеркивает ваши естественные рельефы, но не жестко, а как-то мягко, вот так как скорее это сделает бронзер, нежели скульптор. А еще этот скульптор безумно легкий в растушевке, то есть даже если вы ставите пятно, то потом вот, когда начинаете растушевывать кистью, абсолютно никаких проблем с нанесением, с растушевкой, очень плавные переходы создает, не создает никакие пятна. В общем-то, у меня только одни восторженные отзывы, и я могу использовать его абсолютно везде, как на скулах, так и на лбу, на линии челюсти, на шее. Куда бы мне не нужно было нанести скульптор, он везде выглядит красиво. Результат, по-моему, очень здоровский, и лицо однозначно стало более скульптурным, но не навязчиво, не так, что прям, знаете, вот четкие какие-то линии, четкие пятна на лице, а вот как будто так и было. А сейчас давайте переходить к следующей палетке, это самый большой релиз Essence осень-зима 2019. Это вот такая вот палетка румян и хайлайтеров, называется она Crystal Power. В середине 4 продукта, с левой стороны 2 хайлайтера, справа 2 оттенка румян. Абсолютно все здесь очень-очень металлическое, я не знаю, что это за тренд такой, вот все релизы, которые пока попадали ко мне в руки, осень-зима 2019 года, все какие-то металлические текстуры. Может быть, это тренд зимы, о котором я пока еще не знаю. Вот этот хайлайтер тоже достаточно яркий такой и золотистый, а вот это, на мой взгляд, попытка воссоздать знаменитый хайлайтер от Fenty Beauty, который называется Diamond Bomb, по-моему, который, по сути, это росы таких мелких-мелких серебристых блесток. И когда распределяешь по коже, то распределяются просто, грубо говоря, блесточки, и абсолютно никакой цвет не добавляется. Раньше на такие вот хайлайтеры с блестками мы говорили фу-фу-фу, но после того, как Fenty выпустила вот этот вот Diamond Bomb, то вроде бы как он даже зашел, и многие назвали этот хайлайтер вообще своим фаворитом. У меня этого хайлайтера нет, но в то же время мне было интересно протестировать вот этот, и сегодня я его нанесу. И, кстати, мне больше всего нравится наносить его именно поверх уже какого-то хайлайтера, то есть сначала нанести какой-то более деликатный, а сверху вот так вот даже пальцем сначала набрать, и вот припечатать в каких-то определенных зонах, тогда получается даже очень симпатично. Но к хайлайтеру мы вернемся немножко позже, давайте сейчас нанесем какой-то из оттенков румян. Я больше склоняюсь к вот этому, и вот этот я чаще наносила, потому что вот этот очень темный, и с ним нужно прям совсем деликатно обращаться, иначе это конкретные такие бордовые пятна на лице получаются. Вот этот оттенок, конечно, для светлых тонов кожи, немножко лучше подходит. И, как я и сказала, он очень сияющий. Посмотрите вообще, насколько заполированный кожа сразу начинает выглядеть. Вроде бы, как я и хайлайтер нанесла, но в то же время нет, это не хайлайтер, это все же румяна. На мой взгляд, особенность этих румян заключается в том, что они, конечно, очень сильно полируют кожу, и здесь плюс для тех, у кого красивая текстура кожи, потому что лицо сразу начинает выглядеть очень холеным, но если у вас в зоне нанесения вот этих румян, или вот этого хайлайтера, какая-то неровная, шероховатая текстура, то это, конечно, очень сильно подчеркнется, потому что, ну, все-таки продукт металлический, это достаточно очевидно. Если для вас вот такие металлические штуки, это перебор, то Essence о вас подумали, и выпустили тоже новый хайлайтер. Он называется коротко-ясно The Highlighter, и оттенок это 10 Heroic. И вот этот хайлайтер Essence и описывают, как очень деликатный хайлайтер. Если вы хотите такое легкое свечение кожи, как будто изнутри, то вот это тот продукт, на который вам стоит обратить внимание. И здесь с заявленными характеристиками я полностью могу согласиться. Действительно, хайлайтер очень щелковистый по своей текстуре, очень приятный сатиновый такой вот перелив дает. Абсолютно ненавязчиво выглядит. Ну, так вы ничего не увидите, но давайте я сейчас нанесу. И вот кто, кстати, смотрел мое видео о люксе, который не стоит своих денег, я там ругалась на палетку Шарлотты Тилбери, потому что говорила, что хайлайтер там, ну, просто никакой. Вот он слишком деликатный, и таких полно в брендах по типу Essence и Catrice. И вот вам, пожалуйста, вот этот хайлайтер очень похож на то, что там у Шарлотты Тилбери в этой палетке, поэтому, ну, на мой взгляд, конечно, нет смысла платить такие деньжища, потому что реально легко подобрать аналог. Единственное, оттенок очень светлый, то есть для меня, наверное, немножко, ну, так на волосинку светловат. Я бы хотела все-таки, чтобы он был чуть-чуть немножко более желтоват, или вот что-то, какой-то оттенок шампанского ему добавить, вот что-то такое. Или, если не шампанского, то какой-нибудь розоват или ловый там перелив. Но вот я меньше всего люблю именно белесые хайлайтеры, а сейчас тоже почему-то очень многие выпускают вот такие вот прям белоснежные хайлайтеры. Не знаю, опять-таки, с чем это связано. Может быть, с тем, что оттенков шампанского у всех уже вот так вот завались, и хочется привлечь чем-то новым, может быть, из-за этого такие более светлые оттенки выпускают. Но это рай и раздолье для более светлокожих девушек. Кому сложно было раньше подобрать хайлайтер, потому что все хайлайтеры передавали какой-то золотистый цвет на скулы. Ну, и мне кажется, я сейчас вообще превращаюсь просто в диско-шар такой светящийся. Очень сильно светится у меня сейчас лицо. Но при этом хочу отметить, что красиво светится, не подчеркивается текстура кожи. Вот действительно все как-то так заполировано в кожу. И мне этот эффект, конечно, нравится. Еще учитывая то, что Essence это супер бюджетный бренд. И если раньше такие полирующие продукты сложно было найти в бюджетном сегменте, то сейчас вот вам, пожалуйста. И последние новинки, которые я вам сейчас покажу, это новая линейка помад от Essence, которая называется This Is Me. Это линейка нюдовых помад, причем там вышло достаточно много оттенков, и далеко не только для светлых тонов кожи. Там могут подобрать свой нюд как совсем белоснежки, так и те, у кого более темный оттенок кожи. Ну или если вы любите темные, насыщенные оттенки, то как бы и для светлых тонов тоже почему бы и нет. У меня, естественно, одни из самых светлых оттенков, это номер 2, который называется Happy, и номер 3, который называется Bold. Если коротко описать эту помаду, то это, на мой взгляд, классическая, приятная, повседневная помада. Ничего в ней особенного, то есть действительно, если ее описывать, вот кроме как обычная классическая кремовая помада, ее никак не опишешь. Достаточно приятная на губах, но в то же время и ведет себя абсолютно точно так же, как и любая другая кремовая помада. Легко стирается, не супер там какая-то стойкая. Но один момент, который я хочу отметить, что сделали Essence, это они выпустили еще соответствующую линейку лаков для ногтей. То есть вы можете выбрать помаду и лак для ногтей, которые будут полностью соответствовать и сочетаться. Мне кажется, это прикольно. То есть, если вам нравится такой монохромный лук, то у Essence можно его легко воссоздать, потому что все уже подобрано за вас. Оттенок номер 2, Happy, это более такой розовый нюд. Я бы даже назвала этот оттенок оттенком чайной розы. А оттенок номер 3, Bold, это более классический бежевый нюд. Ну, такой бежевато-розоватый нюд. Ну, а на этом у меня все. Все новинки я вам показала. Так, стоп-стоп-стоп. Знаете, что я только что чуть не забыла? Мы же с вами еще не нанесли вот этот вот хайлайтер с блестками на скулы. Фух, было близко. Как я и говорила, я люблю его набирать пальцем. Кстати, текстура прям шелковая вообще, когда трогаешь этот хайлайтер пальцем. Такое впечатление, что прям по шелку уводишь. Ну вот, а теперь точно все. Если вам понравилось это видео, то не забудьте перед уходом поставить ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале или еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите, продолжите проводить со мной время. А если вы их смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.